Хотелось бы начать. Напишите, пожалуйста, поставьте единичку или двоечку, люди, которые уже раньше занимались сетевым бизнесом. Раньше занимались сетевым бизнесом. То есть, может быть, это уже не первая компания. Есть такие, да? Есть такие, кто уже не первый раз. Угу, отлично. Отлично. Значит, эту тему вы уже, скорее всего, услышали. Кто-то, может быть, уже, скорее всего, с ней столкнулся. Сегодня мы будем говорить по поводу этики. Как вы считаете, вообще, это важный момент? Этика. Этика. И давайте просто по... Ну, вернемся даже назад, вернемся в историю. Вы слышали, наверное, о таких людях, как говорили раньше люди дворяне, люди голубых кровей. Слышали, да, о таких людях? Скажите, а что их отличало от всей остальной массы людей? Вот чем отличались дворяне, чем отличались вот эти люди от основной массы людей? Они себя как-то по-другому вели, да? Воспитание, благородство, согласна? Еще? Они говорили правду, да? Они были сами собой. Они говорили так, как есть. Согласны? Они отвечали за свои слова. Согласны с этим? Я недавно наткнулась в интернете на ролик, и там именно наткнулась на то, что неспроста, как сказать, была запущена такая программа, чтобы вот как можно больше этих людей убрать с земли. Почему? Потому что фактически это люди, которые двигают вообще все в жизни, то есть люди, которые живут по определенным правилам, они соблюдают определенную этику, и они ведут себя соответствующим образом. Поэтому говорили, да, люди благородные, голубых кровей, да? И давайте сейчас мы посмотрим наиболее распространенные моменты, то есть то, что касается именно этики нашего бизнеса. Потому что в любую организацию, куда бы ты ни пришел, есть определенный свод правил, да? Человек туда приходит, и он эти правила выполняет, он эти правила соблюдает. Согласны? И вы приходите в бизнес, и вот здесь вот, вы знаете, я хочу сказать, что сетевой бизнес – это место, где ты создаешь свое имя. И на самом деле есть очень много различных сетевых компаний, но важный момент в том, что он настолько прозрачен, и все лидеры сетевые, они все друг друга знают. То есть здесь вы пишете свою историю, здесь вы создаете свое имя. И вы знаете, имя ты будешь создавать годами, потому что за тобой будут наблюдать, как ты себя ведешь в каких-то определенных ситуациях жизненных, да? Насколько ты постоянен, в каком ты бизнесе, прыгаешь ты с компанией в компанию или нет? Как ты ведешь себя со своими партнерами, как ты ведешь себя в целом вообще с партнерами одной и той же компании. И на это на все смотрят. Вот если у вас категория людей, ну, у вас, допустим, в соцсети они или в интернете, вот у меня есть такая категория, я это называю спамщики. Все, понимаете? Вот даже он золото в слитках мне будет давать, я за ним не пойду. Почему? Потому что он уже занят по свое имя, он не умеет правильно делать действия, да? Он шлет спам, где-то некрасиво, где-то смотришь, сегодня он в пирамиду побежал, а завтра он с одной компанией побежал в другую. Я беру, как, вы знаете, вот в сетевом бизнесе есть две категории людей. Есть категория людей, их называют скалолазы. Вот они берут тему, да, и они преодолевают препятствия, они идут вперед, они прикладывают усилия, они меняют свои привычки, они верят в свою цель, верят в себя, и они прутся вперед. Это скалолазы. Неважно, получается у него, не получается на данную секунду, он просто постоянен, он верит, он идет. Есть категория людей в сетевом бизнесе, их называют травоядные. Знаете, кто такие травоядные? Травоядные – это те люди, которые прибежал в одну компанию, о, суперновый проект, живая очередь, быстрее, быстрее, ребята, все регистрируемся, раз туда забежали толпой, траву пощипали, дальше, о, опять суперновый проект, побежали в другой. Видели таких людей? И вот ты бегаешь, они говорят, мы заходим командами, то есть они не командами заходят, они просто бегают вот этой кучкой и щипнут травку. Сталкивались с такими людьми? Я думаю, что сталкивались. И вот здесь поймите, ребят, вы создаете свое имя, и все начинается с самого себя. И давайте рассмотрим вот частые такие примеры, которые, ну, что всплыло, скажем так, в общении с людьми. Рассмотрим ситуацию, только давайте договоримся. Моя задача – вам объяснить. Если кто-то в какой-то ситуации узнает себя, твоя задача – не заниматься после этого самоедством, да, а сделать определенные решения, сделать выводы, и завтра сделать по-другому. Договорились? Ставьте плюсики, кто согласен. То есть ни в коем разе, ни никакого там самоедства потом. Моя задача – вам объяснить. Если вчера вы чего-то не знали, вы просто не знали. Самое главное, что вы будете с этим делать завтра, и как вы будете себя завтра вести – это очень важно. И смотрите, давайте рассмотрим, что считается в нашем бизнесе нарушением этики. Напишите, пожалуйста, в чат примеры. Естественно, без имен, да? Что считается нарушением этики в нашем бизнесе? Переподписка, да, переподпись. Неуважение к партнерам – согласна. Перерегистрация в другие компании – согласна. Еще. Еще. Еще есть? У кого есть еще какие версии? Принижение других компаний – тоже согласна. Дележка людей – перепись друг у друга. Согласна. Антипромоушен на партнеров и медиауряд. Я бы сказала, антипромоушен на любого человека, который находится в бизнесе. Не только по твоему ряду, а вообще в целом. То есть негативно говорить о ком-то из партнеров. Угу. Еще. Как вы считаете? Вот допустим, есть презентации, да, проходят по городам. То есть вот сейчас, через неделю у нас будет презентация в городе Тольятти. Я знаю, в Оренбурге ребята тоже проводят презентацию. И смотрите, люди туда приглашают людей. И, к примеру, ты приходишь на презентацию, оделся как бомж, немытая голова, лохматая. И скажи, пожалуйста, это вообще этично или нет? Внешний вид можно отнести сюда? Я бы отнесла сюда внешний вид. Потому что имидж, да. Потому что люди старались, люди приглашали. И представь, ты гость, ты приходишь на презентацию, и ты смотришь, там сидит толпа бомжей. А тебя пригласили, ты успешный предприниматель, ты приходишь, смотришь. И сразу же твоя реакция будет какая? Давай, ты скажешь, все, до свидания, да? Так, сейчас, ребят, одну секунду прям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Так, все, я опять здесь. Да, я согласна, что Лена здесь написала по поводу товарных знаков и прочее, то есть это компания сбросила. Давайте рассмотрим частые примеры. Слышно хорошо, да? Связь проверим. Мы продолжаем плюсики. Да, находиться в нескольких компаниях якобы как клиент, да? Да, согласна, 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 согласна. И давайте рассмотрим. Часто слышу такую фразу, моих людей, моих людей пригласили, моих людей переподписали. Скажите, пожалуйста, что вообще это за термин такой «мои люди». Вот кто-нибудь может объяснить? У тебя что, человек в рабстве? Часто бывает так, что люди находятся в одном городе, как правило, все друг друга знают. И потом, моим людям звонили, предложали бизнес. А на нем что, ярлык стоит? Или что, надпись, что этот человек, вот он Машин, там, Петин, да? Слышали такое? Ребят, человек никому не принадлежит. Я вчера рассказывала ситуацию, когда я только начинала бизнес, и мне поступило однажды предложение. Мы сидели, я была вообще новичком в бизнесе, у нас было мероприятие в городе, вернее, в стране Египет, да? И мне шло предложение, мне говорит, Кать, ну а что ты сидишь, у тебя не спиловер спонсорской ноги нет? То есть я была во внутренней там ноге, все, что сама сделаю, вот от того получала. Мне говорят, давай мы тебя переставим. То есть там был человек, у которого была возможность, то есть это был крупный лизер, у которого была возможность, то есть там начался движуха ветками, в общем, дурдом солнышка. И она говорит, давай мы тебя переставим, то есть у тебя будут деньги, ты быстрее закроешь шранки, у тебя будет спонсорская помощь и прочее. То есть фактически мне предложили переподписаться, понимаете, да? Я была тогда зеленым новичком, мне никто эти вещи не объяснял на тот момент. Но я сижу и думаю, внутри такое чувство, думаю, какая-то гниль, думаю, что-то здесь не чисто, какие-то двойные ходы витиеватые. И вы знаете, каков был соблазн. Представь, одно дело ты сам пыряешь, а тут тебе на сразу и чек. А? Кто бы согласился из вас? Сидишь, сидишь без денег, а тут тебе говорят, давай классное место тебя поставим и сразу тебе чек. Согласились бы? Вы знаете, на тот момент я сказала нет. Почему? Потому что я шла за одним конкретным человеком. И когда мне говорят, у меня переподписали человека, то он у тебя тогда и не был, понимаешь? Он не был твоим партнером. У тебя просто забрали твою иллюзию, если забрали. Хотя человек тебе даже не принадлежит. И такого понятия, как мои люди, его нет. Человек идет за человеком. И может быть в прошлом проекте, то есть каждый притягивается, как учитель и ученик. Может быть в прошлом проекте он к тебе притянулся для того, чтобы вы какие-то уроки друг от друга прошли. А может быть в этом проекте он притянулся к другому человеку, чтобы его чему-то научить. Ты может быть с ним уже свой урок получил, к тебе придут другие люди. Скажешь, тебе так задумывались вообще вот об этом? Вот так вы думали? Говорят, моим людям позвонили. Или картина. На презентации человек пригласил человека, стоит, его встречает. Держит билет в руке. И тут другой человек выходит, оба-на, смотрит. Ё-моё, да это же мой знакомый. И раз между ними. И всё-всё-всё, пошли и уводят. Ребят, вот это вот конкретное просто нарушение этики. И я бы сказала, это где-то свинство. Почему ты человеку сам не позвонил? То есть ты увидел, что здесь, ага, оказывается общие знакомые. Но пригласил-то не ты на презентацию. Понимаете? Это некрасиво вообще. И человек шёл к конкретному человеку. Согласны с этим? То есть тот человек проделал действие. Он сделал звонки. Он пригласил человека на встречу. К нему человек идёт. А ты увидел, что твой классный знакомый. И хоп, ему в охапку сразу. Не, а почему ты сам тогда ему не позвонил? И здесь важно понимать. Вот вы знаете, часто люди бегают, да? Ты знаешь, здесь надо в каждой конкретной ситуации разбираться. Во-первых, надо понимать. Прошёл несколько встреч, презентаций. Я вот тут не понимаю вообще, какие несколько встреч. Либо человек принимает решение, за тобой идёт, либо он не идёт. Либо он не идёт. Я согласна про то, что паспортные данные, почтовые ящики есть. Это надо смотреть в каждом конкретном случае. Мы сейчас рассматриваем именно ситуацию, когда конкретно факты, понимаете, факты налицо. Я согласна, что вот это вот зарегистрировать без его ведома, это вообще не считается подписью. И если такой факт имеет место быть налицо, что это именно так сделано, это отдельный разговор. Конкретный отдельный разговор должен быть один человек, второй, третий конкретный разговор. Но никакие не там эти двойные ходы, потому что я смотрю, то есть это не касается какого-то одного города. Ребята, вы поймите, это в разных городах происходит. В разных городах здесь есть несколько веток. Начинают людей перетягивать, начинают там где-то людей переманивать. Там этот про этого плохо, этот про этого плохо. Вы, может быть, лучше бизнесом займетесь, вместо того, чтобы вот двойные ходы какие-то делать. И потом звонят, звонят одному вышестоящему наставнику, другому. Ё-моё, найди свой грипп, с которым ты сделаешь сеть. Займитесь бизнесом. Ведите себя так, чтобы вам, вот как Вадим недавно сказал фразу, она мне запомнилась. Веди себя каждую секунду времени так, как будто на тебя сверху смотрит Господь. И Он записывает все твои ходы. Если кто-то там сошел с ума и сделал какую-то такую ситуацию, но он за это будет платить, понимаете? За каждые шаги человек будет платить. За каждые косые шаги. А потом ты смотришь, в аварию попал, ногу поломал, дети заболели, еще что-то. Детей нету, рот не продолжается и прочее. Да потому что за все в жизни человек платит. Есть такое понятие, как карма. Делаешь больше добра, получишь добро. Делаешь, в кавычках, другое добро, ты будешь платить. И твои дети тоже. И я считаю, что вообще необходимо пресечь вот эти вот все какие-то косые телодвижения. Раз и навсегда. И заняться бизнесом. Потому что каждую секунду времени ты на что-то тратишь свое время. На что? На разборке? Я не собираюсь этим заниматься. Мне неинтересно. Я лучше в это время сделаю 20 звонков, найду мотивированного человека, начну с ним делать бизнес. Еще один момент. Значит, по поводу моей люди, понятно? Пока человек не проплачен, он не подписан. Пока человек не проплачен, он не подписан. Это к вопросу от того, что написала Оля, были другие паспортные данные, ящик. Согласна, если там был просто бэк-офис, его могли так зарегистрировать. Если он не проплачен, он еще не партнер. Потому что таким макаром сейчас можно вон этих e-mail насобирать в интернете, да, нарегистрировать себе бэк-офисы. Если человек проплачен, то он уже партнер. Пока не прошел заказ, этот человек просто открыл офис. Это ясно вам? Это понятно? Там даже в правилах написано. Бэк-офис это еще ноль. Когда вот сделан заказ, и его переподписали, вот это уже другой разговор. То есть если человек сделал заказ, за него же не будет никто заказ сделать, правильно? То есть там он уже заключил сделку, он уже подтвердил свой статус. Это другой разговор. Если где-то когда-то, вы знаете, у нас был случай, там женщина говорит, ой, а меня два года назад кто-то регистрировал, я даже не знаю, как в офис зайти. То есть где-то когда-то ее кто-то открыл, ее офис, она не знает. Она не партнер. Но если человек сделал заказ, все, он партнер. Хоть какой заказ, хоть маленький, он уже партнер. Я надеюсь, что вы эти вещи все-таки будете понимать, и чтобы не было лишних разговоров завтра на эту тему. Далее. Здесь важно понимать. Еще одну деталь. Есть люди, которые, есть люди, которые, например, в двух компаниях, в двух компаниях. Во-первых, поймите, сетевой бизнес, он прозрачный. И все все знают. И если ты в двух компаниях, в трех компаниях, в пяти компаниях, с каждой новой компанией, если ты одновременно, твой авторитет превращается в ноль. Серьезный, адекватный человек за тобой не пойдет. Не пойдет. Потому что тебе нельзя доверять. Сегодня ты здесь, завтра ты там. Два проекта промоутируешь. Сейчас я знаю, что есть люди, которые где-то еще подписаны. Есть такие люди. Ребят, одно дело, ты подписан, и, к примеру, там просто берешь товар, но ты его не промоутируешь. И другое дело, если ты начинаешь рекламировать, промоутировать, предупреждаю сразу, не дай бог, узнаю, все находятся в общем чате, в общем чате. И не дай бог узнаю, что там кто-то кому-то что-то предлагает, кроме этого бизнеса. Потому что кто-то этих людей пригласил в этот бизнес. Знаете, такая фраза, не укради называется. Слышали, да? Одна из заповедей. Не укради. Если ты суешься с другим проектом к человеку, делаешь другие предложения, вот это вот хуже воровства. И ты за это будешь потом платить. Просто если раньше ты этого не знал, то теперь ты об этом знаешь. И здесь наши чаты, которые созданы, то есть там есть, многие люди из вас друг к другу как параллельные ветки. Понимаете? И это вообще, я считаю, нарушением этики, там скидывать приглашения в какие-то другие проекты, там какие-то пирамиды, или там начинают продукты. Я только продукты ему промоутирую, а сам параллельно маркетинг-план. Не знаю, что, если ты хочешь друг в компанию строить бизнес, тогда бери и ищи людей на улице, да? А не там, где люди занимаются одним делом. Это нарушение этики. Это ясно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Я предупреждаю, и в этике нашей компании написано, что переподпись другую компанию расценивается, как нарушение этики, и человек может быть терминирован. Ребят, я знаю, кто в нескольких компаниях, да? Я не собираюсь форсировать никакие события, но не дай бог я узнаю, что кто-то кому-то внутри нашей сети предлагает. Я надеюсь, что вы меня понимаете, о чем я говорю. Потому что кто-то прикладывает усилия, кто-то выстраивает отношения, да? Кто-то здесь строит бизнес, кто-то на эту тему поставил все. Поэтому будьте добры. Хотите в двух проектах, идите вон по интернету, ищите других людей, но не из чата. Договорились? Следующий момент. Там затрагивали уже по поводу негатива, в том числе негатив между параллельными ветками, негатив, я бы сказала, на любого человека в команде. Здесь важно понимать. У меня был случай, да? Представьте ситуацию. Ты звонит мне девчонка, она когда-то давно была у меня в сети. И получилось так, что ее Вера с параллельной ветки сейчас приглашала в One Life, да? И я ей сбросила информацию, да? Вера сделала вперед. И вот такая ситуация. Звонит мне Лена, она говорит, Кать, у меня деньги на руках, я не знаю, кому мне из вас подписываться. Я думала, вроде Вера, она первая пригласила, но я не могу ее найти. Посмотрите, я же могла взять ее и просто подписать. Человек с деньгами на пакет. Могла же, да, сделать так. Вы знаете, что я сказала? Я говорю, ты знаешь, если ты уже начала выстраивать взаимоотношения с Верой, давай я ей позвоню. Вы знаете, я позвонила сама Вере, я говорю, слушай, тебя человек ищет. Так и так свяжись с ней, она хочет регистрироваться, проплачиться. И я на Веру сделала промоушен. Ребят, мы с ней не работаем, мы в параллельных ветках. Я говорю, ты знаешь, она лидер, у нее есть опыт, все. Я сделала промоушен. Ребят, вот так надо поступать. Не ведитесь там на 3 копейки, лишь бы подписать, ой, сюда, этого грязью облил, побежал. Ты знаешь, любое твое действие будет иметь дубликацию сети. Любое твое действие. Если ты негативно говоришь про человека из команды, из сети, ищешь во всем негатив, как говорят, вот этого человека, вот сегодня его промоутируют, а завтра нет. Вы знаете, вот всегда промоутировали и будем промоутировать людей, которые делают правильные вещи, которые в системе, которые в одной компании, которые выстраивают, скажем, позитивные отношения, которые на событиях, которые стремятся по карьере, по квалификации. Вот эти люди всегда будут получать промоушен. И не надо вот этих разговоров. А что, вот про этого человека больше раз сказали, а вот про этих нет. Знаете, для меня лично все люди вообще одинаковые. И которые в моей группе, вот сейчас меня слушают люди, которые не в моей группе здесь есть. Для меня все одинаковые. Есть человек, который идет вперед, он хочет решить свой вопрос. У меня нету дележки. Мои, чужие. Ребят, это просто человек. И либо он выполняет правильные действия, тогда он получает промоушен. Либо человек не выполняет правильные действия, тогда он не получает промоушен. Это же ясно. И вот сейчас, допустим, у нас проводят вебинары одни и те же люди. Это я тоже хочу вопрос затронуть, чтобы не было никаких разговоров и вопросов. Ребят, дверь открыта любому из вас. Любому. То, что сейчас именно эти люди проводят вебинары, это не говорит, что это пожизненный орден. Все повесили, и ты всю жизнь будешь вебинары проводить. Нет. Лучше на данный момент времени тот, кто в системе, тот, кто на событиях, тот, кто не ниже ранга сапфир, подтягивайте себя. Подтягивайте. Место есть свободное. Мы будем каждый день по два раза в день вебинары проводить. У нас сейчас мало людей, кто это делает. Почему? Потому что пора подтянуться, пора закрыть ранги. Как минимум, кто еще не сапфир, ребят, февралем сапфир не ниже. Это же твой бизнес, это твое лицо. Я сапфир закрыла там за полторы или за две недели, за две. Юлия Дикон закрыла за неделю сапфир. Значит, это реально. А вы что по два-три месяца ходите до сих пор не сапфир? Кто-то по полгода ходит. Делай ранг, делай группу. Все. Ты становишься, заходи на марафоны, будь в системе, тебе будет промоушн. Промоушн, это те же самые деньги фактически. Понимаете? Потому что чем больше людей о тебе начинают говорить, тем больше растет твой доход. Потому что ты одновременно во время вебинара помогаешь огромному количеству людей. Люди же приглашают людей, люди заходят сами. И ты одновременно помогаешь большому количеству людей. Поэтому растет твой доход. Ясно? Еще одна деталь. Так. Это я уже сказала, это я сказала. Так, про внешний вид. Ребят, презентации и прочее. Внешний вид делового человека. Купите платье, купите костюм. Я понимаю, что ты там, может быть, привык всю жизнь в джинсах или в спортивном костюме. Но извините, мы показываем крутой бизнес. У людей хорошие результаты. Мало где за короткий срок люди делают такие деньги. Да нигде не делают. Но мы выкладываем фото, а там стоят то в свитере, то в растоптанных башмаках, то немытая голова. Ё-моё. Наш бизнес, как должен выглядеть предприниматель? Прическа, ногти, подкрашен, да, там, в туфлях, в костюме, мужчины в костюме, при галстуке, даже если без галстука, но в костюме. Понимаете? Однажды Кобзон, да, согласна, то вообще в верхней одежде, мне говорит, так удобно. Сидит в балуне, в балуне вы этой самой, и в пуховом платке пришел предприниматель на презентацию. Мать моя, глянешь иногда волосы дыбом. Ребят, это очень важные вещи. И бизнес, он начинается прежде всего с тебя, с твоего отношения к бизнесу, и вообще с твоего отношения прежде всего к себе. Потому что если ты себя любишь, если ты себя ценишь, если ты себя уважаешь, значит, ты позитивно отзываешься о других людях, ты любишь и уважаешь других людей. Все начинается с себя прежде всего. и кто-то на эту встречу с телефона не слезал, пригласил 10-15 человек, а ты пришел как-то в колхоз. Я предлагаю вообще на презентацию в таком виде не пускать людей. Пусть идут домой, переодеваются. Я думаю, это будет правильно и справедливо для всех. Презентация от какого слова? Презент. Ребят, презент это подарок. Подарок это значит праздник. Понимаете? Никак не валенки и там не свитерок. Вот. Поэтому эти вещи я считаю очень и очень важные. И вообще вы хотите, чтобы у вас росла сеть и пухла как на дрожжах? Кстати, по поводу верхней одежды написано в правилах, которые от компании прислали, там написано правильно давать информацию, выглядеть соответствующим образом. Это написано в этике. Поэтому можете об этом на это посмотреть, почитать, кто еще не видел. Значит, и по поводу того, чтобы ваш бизнес вообще рос, рос, пух, расцветал. Ребят, начните искать друг в друге позитивные вещи. Начните искать друг в друге плюсы. И в своих, и в параллельных ветках, и вообще в любом человеке, с которым тебя свела жизнь. Начните в каждом человеке искать плюс то, чему ты можешь научиться, что хорошего в этом человеке. Поливайте свою сеть только позитивными вещами, не пустыми разговорами деревенскими там, а этот вот так повел себя, а этот так. Не играйте в эти игрушки, люди будут вас увозить в какие-то разборки. ищите плюсы, а что хорошего в этом человеке. Если тебе один человек про другого говорит плохо, а ты ему задай вопрос, скажи, а что-нибудь хорошее в этом человеке есть, или все очень плохо? Переключайте людей. Это просто нас приучили негативные вещи искать, да? Наша задача, это вообще правило, скажем, успешного построения сети, это правило успешных, ну, таких, скажем, позитивных событий в семейной жизни. Вы хотите, чтобы у вас в семье все было хорошо? У нас в бизнесе, как в семье, этому про этого хорошо, а этому про этого хорошо. Хорошо, а не плохо. И тогда у вас будет все цвести, у вас все будет расцветать, все будет развиваться, и перестаньте играть в эти игрушки, займитесь уже бизнесом, потому что на что человек уделяет внимание, то и растет. Если три дня уделил внимание обсуждению кого-то, завтра таких людей притянется еще пять, послезавтра десять, потом ты ими себя облепил присосками, и вот с тебя всю энергию сосу. Начните искать позитивные вещи, плюсы, что хорошего. Ведите себя, как вели себя, люди благородных голубых кровей. Отвечайте за слова, говорите всегда только правду, так как оно есть, даже если оно, скажем, неприятное, это правда, да, вы знаете, это сильно признавать свои ошибки, это сильно, и только люди голубых кровей могут признать свою ошибку, простить себя за то, что он эту ошибку сделал, и просто начинать заново с чистого листа. Это то, что я хотела вам сказать сегодня касаемо этики и касаемо вообще, я считаю, вопросов, которые в целом влияют на развитие вашего бизнеса и сети. Доходчиво было? Скажите, кто-то что-то для себя сегодня понял? На заметку взяли какие-то вещи? Отлично. Сразу же, начинайте сразу же, сразу же, сразу же практиковать, ребят. Эти вещи на самом деле, когда ты себя так ведешь, ведь самый большой судья сам себе, это ты сам, это мы сами, да, и даже если никто не знает, что ты где-то накосячил, ты-то знаешь, и внутри самоедство, и потом у тебя не тот результат. Почему? Потому что там сделал двойной ход, там обманул, а это все копится, а потом ты говоришь, у меня вот здесь в груди такая тяжесть, у меня вот так тяжело, потому что сами себя, либо мы сами себя взращиваем, либо мы себя убиваем. Начните сами себя взращивать, обращайте внимание на эти вещи. И еще одна вещь, о которой я хотела сказать сегодня, это касаемо ближайших событий, которые нас ждут. Ставьте, пожалуйста, единичку, кто едет в Казань. Раз, два, три. Дальше. Все, что ли? Я знаю, еще есть, кто едет. Остальные? Остальные едут в Казань. Вот смотрите, ребят, возвращаемся к тому, с чего мы начинали. Веди себя так, как ведет себя твой наставник. Знаете, я еду в Казань, Вадим едет в Казань. Смотрите, ваши наставники, там, Юля, Виталий, Галина, Русанова, да, едут в Казань. А вы чуть сидите. Ребят, еще полно времени закрыть сапфир и оказаться в Казани. Полно. Я знаю, что у некоторых из вас уже даже оборот на сапфир хватает, осталось там какие-то ножки доделать, да? или у кого-то конструкция есть, осталось оборот доделать. Ребят, по 28 февраля есть время, сегодня только 25, за 3 дня можно доделать ранг и приехать в Казань. Там будет лидерский тренинг. Хотите получать всегда промоушен, хотите быть на виду, хотите больше доход, вы в Казани. Сейчас еще пока есть места, сейчас запускается целая серия. А есть люди, которые сапфиры, но не едут, это я вообще не понимаю, если честно. Зачем тогда вообще сидеть дома, уже сапфир закрыл, а на лидерский тренинг для лидеров ты не едешь. Как же ты будешь развиваться тогда и расти? Дома у себя сидя, в четырех стенах ты не разовьешься. То есть только выезжая на мероприятия, только общаясь с успешными людьми, ты можешь получать другой результат. Ребят, время есть для того, чтобы закрыть ранги и оказаться в Казани. Первый момент. Второй момент. Кто-то делает ставку на деньги. Я бы поехал, но у меня денег нет туда поехать. Ребят, вот я еду туда для того, чтобы сделать еще больше денег. Потому что то, что там дадут, оно позволит это сделать. Ребят, которые уже поставили единички, напишите, а зачем ты едешь в Казань? Тебе что, заняться нечем на 8 марта? Можно было бы дом посидеть, попьянствовать, песни в караоке попеть, например. А? Вы зачем едете в Казань? Пока они пишут, я еще скажу, значит, в конце, сейчас там утрясается расписание по поводу мероприятий поезд турне Карри Валруса. Но однозначно это будет Владивосток, однозначно это будет Новосибирск, однозначно это будет Москва, Питер, по-моему, Сочи там вписали в расписание. Это будет в конце марта, поэтому сейчас как только объявят, что можно покупать билеты, сразу же будем покупать билеты, потому что количество мест ограничено. И еще в мае месяце будет событие от компании в Макао. От компании в Макао. Скоро объявят, скорее всего, уже продажу билетов на Макао. Я имею в виду билет на событие на Само. Ребят, билеты очень быстро заканчиваются, потому что в Таиланд, в Бангкоп даже не все люди попали, кто хотели попасть. Билеты кончились. Да, давайте почитаем. Вот смотрите, как интересно, да, люди, которые едут в Казань, эти же люди проводят и вебинар. Эти же люди, вот сейчас спрошу, ребят, а вот кто сейчас написал единички уже, а в Макао вы тоже едете? Я знаю, что да. Почему? Это отношение к бизнесу, согласна. Бизнес, мой рост, рост моей команды, рост результата. Я пришла сюда строить бизнес, делать деньги, согласна. Повысить компетентность, скрыть для себя секреты, которыми пользуются другие, повысить свою эффективность и уровень дохода. Личностный рост, рост доходов. Ребят, хотите другой результат, будьте на всех событиях. теорема доказана, понимаете, делай правильные вещи, и ты будешь иметь тот результат, который ты никогда не имел. Если ты будешь оправдываться, то ты будешь иметь тот результат, который у тебя есть сейчас. Я, насколько понимаю, многих из вас сегодняшний результат не устраивает, да, то есть вы хотите большего. поэтому, назначая вам встречу в Казани, в Казани, есть еще время закрыть ранги. Чтобы закрыть ранг, необходимо просто принять решение. Чтобы оказаться на событии, необходимо просто принять решение. А дальше складываются обстоятельства, и ты попадаешь именно в то место, в которое ты хотел попасть. Это все вещи, о которых сегодня я хотела с вами поговорить. Есть время, подтягивайте хвосты, делайте ранги, зарабатывайте деньги, поливайте позитивом, подводим итог, да, свою сеть, поливайте позитивом самого себя, и вы увидите, как у вас все начнет расцветать, распускаться. И запомните, сейчас зима заканчивается, завтра прощенное воскресенье. Простите себя за все, простите своих близких. И у нас уже на носу весна. Весна – это время сеять. Это и в природе, и в жизни время сеять. Больше сей, больше получишь урожай. Урожай будешь собирать осенью, поэтому идите и сеете семинар своего будущего успеха. Я желаю вам удачи, желаю вам процветания. Кого я сегодня задела, вы меня простите в прощенное воскресенье, сделайте выводы. Я всегда говорю, есть два варианта – обидеться и задуматься и сделать по-другому. Я всегда выбираю сделать выводы и делать завтра по-другому. Это моя позиция. Я вас всех люблю. Удачи, успеха, процветания. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok